Друзья, мы в изоляции. Вот так мы отмечаем день рождения, внучки. Я испекла вот такой тортик. Торт Наполеон, друзья мои. Посмотрите, какие коржи слоёные. Торт отлично пропитался. Просто супер! Я решила с вами поделиться, друзья, как я готовила тесто для этого торта. Ну, а сейчас давайте посмотрим в вилочке. Видите, вот как легко он режется даже. Ну и попробуем. Я вам поближе покажу, как выглядят наши коржи слоёные, пропитанные. Ммм, прямо бомба, друзья! Это ж такой торт! Этот торт вообще тает прямо во рту тесто. Можно даже, знаете, не жевать, просто глотнуть вот так на ходу. Обратите внимание, какие у меня коржи слоёные. Отличный торт получился. Я думаю, что я испеку такой торт ещё, когда у меня будут тысячу подписчиков. Вот так, друзья. Посмотрите. Отличный торт. Да, внучка очень довольна это. Ну, а я вам сейчас покажу, какой большой я торт ещё испекла. Вы скажете, куда тебе, Люда, такой большой торт? Посмотрите, друзья. Вот такой торт на весь противень у меня получился. Если вы хотите испечь такой торт, но вы это захотите, потому что этот торт такой вкусный, и обязательно запишите рецепт. Я точно напишу, сколько чего нужно. Но торт этот не весь мне. Половина уйдёт в другую семью. Ну, что начали. Для начала я просеяла ровно 800 грамм муки, друзья. И 600 грамм маргарина плюс масло. Всё перетираем через тёрку на крупной тёрке, обмакая вот маргарин в муке. Желательно, чтобы маргарин, масло, что у вас есть, было в морозилке заранее, чтобы легче протирать. Всё, мы протёрли маргарин весь с мукой. И сейчас берём 2 яйца, щепотку соли, хорошенько это всё взбиваем. Заранее я взяла в морозилку, отправила воду. Вот это очень холодная вода. И добавляем к нашим яичкам. Хорошенько взболтаем ещё. И достаём уксус. У меня уксус 9%. Если у вас есть 6, это тоже хорошо, не важно. Я возьму полторы ложки. Вот одну полную, а вторая не совсем полная. Но вы можете взять 2 ложки смело, если у вас 6% уксус. Ничего страшного. Сболтали хорошенько вот эту жидкость. И сейчас сделаем маленькое углубление в наше тесто. Будем вливать вот так потихонечко и размешивать вилкой. Не сразу ручками. Наши руки тёплые и тесто быстро мягкое станет. А нам это нежелательно. Ну, а потом вот так я вымешиваю. Даже не вымешиваю, а вот так берём и накладываем друг на дружко. Видите, как отлично получится тесто. Вы не переживайте, что вы не соберёте это всё. Всё соберёте. Если я собрала, вы тоже соберёте. Не переживайте. Вот так. Внахлёст. И собираем всё внахлёст. Вот такой кирпичик у меня получился. Сейчас я обмотаю в пищевую плёнку и отправлю в морозилке. Если вы хотите сразу испечь коржи, то вы можете на час отправить в морозилку, потом в холодильник, разрезать на порте. Но я оставила до утра. Это не просто так. Я просто забыла его в морозилке, друзья. Я только утром вспомнила, что у меня тесто и достала его с морозилки. Но это не повлияло на вкус торта. Сейчас разрежем наше тесто. И на порции примерно вот так, прикиньте. Я никогда на весы не скидываю. Как получится, так получится. Мы всё равно разрезаем бока для подсыпки. Поэтому всё, я разрезала все кусочки. И на тарелке также отправляю, припудрила тарелку мукой. И также отправлю вот эти кусочки все в холодильник. Накрою пакетом и отправлю. У меня на кухне очень тепло, поэтому лучше им будет в холодильнике. Раскатали вот такие коржи, большие. Я буду печь большие коржи на весь противень. И я всегда использую пекарскую бумагу. Мне, во-первых, это очень удобно. Раскатаю, тесто кручу, как хочу. И очень легко переносить на противень. Вот я всегда так. Хоть медовик я пеку, хоть какой. И отправляю на противень. Наш корж уже готов. Я все коржи так буду печь. Примерно вот при 220 градусов. У меня духовка была включена минут 5. Но вы уже посмотрите по своей духовке. А я дальше буду печь коржи.